Всем привет, дорогие друзья, с вами Станиславский. Недавно в Формуле-1 завершился первый Грам-при нового сезона. Мы ждали возвращения гонок целых три месяца, надеясь на то, что предстоящий чемпионат подарит нам яркие сражения за титул. Однако уже после предсезонных тестов многие эксперты и болельщики склонялись к тому, что кардинально расстановка сил в перитоне не изменилась. Но всё-таки настоящей проверкой подобных предположений являлся первый этап в Бахрейне. Поэтому давайте вспомним, что он нам показал и чего стоит ожидать в ближайшем будущем. Погнали! За неделю до начала свободных практик все участники проехали несколько сотен круглов по Сахиру. При этом в подавляющем большинстве основное внимание уделялось работе именно на длинных сериях, чтобы понять, как машина каждого коллектива работает в гоночном режиме. Затем вся собранная информация была отправлена на базы команд, где инженеры провели подробный анализ и дали обратную связь насчёт первых впечатлений от новых машин. Времени на исправление критических проблем у команд, конечно же, не было. Но вот внести мелкие корректировки для максимизации имеющегося на данный момент потенциала болида за неделю до старта чемпионата было можно. Поэтому первая практика, по сути, была проверкой финальных штрихов. А вот во второй и третьей участники в основном сосредоточились на квалификационном темпе. Вечер четверга закончился лидерством двумя Мерседесов, что вызвало им сильное удивление, ведь ранее серебряные стрелы не отличались скоростью на одном круге. Однако на следующий день всё встало на свои места, ведь впереди снова оказались Феррари и Редбул. С такими вводными мы наконец-то дождались квалификации. Для тех, кто смотрел тесты и практики, результаты первого сегмента не стали сюрпризом. Последний ряд в полном составе заняли пилоты Альпин. Ещё до начала этапа эксперты сошлись во мнении, что новая машина французов является худшей во всём чемпионате. Команда впала в настолько серьёзный кризис из-за смены руководства, что сразу по завершению гонки её покинули ещё и технический директор и глава отдела аэродинамики. В попытке найти хоть какой-то выход из ситуации, коллектив экстренно внёс изменения в организационную структуру, разделив прежние обязанности ушедших сотрудников между большим количеством людей. Даст ли это какой-то эффект? Покажет только время. Ну а пока заслуженные 19-е и 20-е места. К ним присоединились слоган «Саржент», в очередной раз допустивший личную ошибку в 10-м повороте, а также два Заубера, которые по ощущениям просто остались на тех же самых позициях, что и в прошлом году. Во втором сегменте тоже отсеялись те, кто, в принципе, и должен был это делать. В последние несколько лет Сахир не является подходящей трассой для машин «Вильямс», поэтому 13-е место Алекса Албана – это практически максимум, на который он мог претендовать. А вот «Рейсинг Буллс» за межсезонье однозначно сделали шаг вперёд. Всё-таки сотрудничество с «Рейдбулл» явно пошло им на пользу. Юки Цуноди не хватило всего лишь 7 тысячных до времени Оскара Пиастри, замкнувшего первую десятку. Благо японец хотя бы может быть доволен тем, что сумел уверенно опередить своего напарника Дэна Рикьярда, который в этом сезоне является для него принципиальным соперником с точки зрения борьбы за будущее в Формуле 1. Но вот оставшиеся места в пятнашке заняли Магнусен и Строу, проигравшие своим сокомандникам ещё больше. Ведь что Хюлькенберг, что Алонсо всё же попали в 2-3. Если в прошлом году разницу между Лэнсом и Фернандом можно было списать на травму, которую канадец получил в межсезонье, то в 2024-м Строу находится в полном здравии. Однако на фоне испанца смотрится всё так же скромно. Ника же сумел повторить своё прошлогоднее достижение, что на фоне общих слухов о проблемах внутри команды Хас точно являлось позитивным показателем. А вот что расстроило, так это отсутствие интриги в борьбе за Пол. После лидерства во второй тренировке, проходившей в тех же условиях, что и квалификация, от Хэмильтона ждали очень многого. Однако британец сначала не без труда проглылся в топ-10, а там сумел превзойти лишь время Хюлькенберга. Ланда Норрис в очередной раз может винить только себя, ведь в самый ответственный момент он снова допустил ошибки в первом секторе и автоматически выпал из борьбы за высокие позиции. Фернандо Алонсо финишировал шестым, что в нынешней форме Астон Мартин действительно является большим достижением. Чека Перес, который в начале каждого сезона не так сильно отставал от Верстаппина, вновь пропустил вперёд сразу нескольких представителей других команд и остановился пятым. Карлос Сайнц, задававший темп на протяжении всего уикенда, честно признался, что не знает, как объяснить резкую потерю темпа в Q3, поэтому вместо борьбы за Поул, испанец занял лишь четвёртое место. Джордж Рассел каким-то чудом затащил Мерседес в топ-3, а Леклер проиграл Верстаппину почти четверть секунды. Многие обратили внимание на то, что лучший результат Шарля во втором сегменте был быстрее времени Поула Верстаппина и начали обвинять Леклера в том, что он сам упустил первое место. На самом деле это абсолютно неправильная логика. Во время паузы между вторым и третьим сегментом условия на трассе могли измениться, и поэтому проехать так же быстро, как и в Q2, было практически невозможно. К тому же, в отличие от Шарля, Макс специально не проводил личную попытку в конце второго сегмента ради экономии резины, так как его имевшегося времени было достаточно для прохода дальше. Если бы он всё же поехал в быстрый круг, то не исключено, что смог бы побить лучший результат Монегаска. Так что на будущее сравнивать стоят лишь те времена, что были показаны в рамках одного сегмента квалификации. После этого заезда практически ни у кого не осталось сомнений в том, что расстановка сил в первой пятёрке команд вообще никак не изменилась с конца 2023-го. Были надежды на то, что ситуация может измениться в гонке, поэтому переходим к ней. В самом начале Ника Хюлькенберг проспал старт, из-за чего потерял кучу позиций, а уже в первом повороте поддел Лэнса Строла. Вальтере Ботосу, шедшему позади немца, было некуда деваться, поэтому он врезается в хас и ломает торцевую пластину переднего антикрыла. В это время впереди Ферстаппен уже в привычном за последние два года стиле начинает уезжать от всех остальных. Леклер не только не выдерживает темпа лидера, но и оказывается под огнём атак со стороны Рассела, в конце концов отдавая ему позицию. Как стало известно позже, на машине Шарля возникли проблемы с тормозами, из-за которых он не мог ехать на максимум. В связи с этим нет ничего удивительного, что после очередной блокировки и выезда за пределы трассы Мадегаска прошёл Чека Перес, а затем и в красивейшей дуэли Карлос Сайнц. Позади одну позицию за другой терял Фернандо Алонсо. Чувствовалось, что гоночный темп Астон Мартин совершенно не выдерживает конкуренции с ближайшими соперниками в лице Макларен и Льюиса Хэмильтона. Астоны попытались компенсировать отсутствие темпа за счёт альтернативной стратегии. На каждом отрезке испанец заезжал в боксы гораздо позже своих соперников. Но ещё во время первой волны битстопов, на примере других пилотов можно было точно понять, что в этой гонке работали только андеркаты. На втором отрезке Алонсо пытался по максимуму оставаться на трассе в надежде на появление сейфти-кара. Но его так и не было, отчего сражения с Макларенами и Хэмильтоном не получилось. Зато между собой они боролись вовсю. Из-за того, что разрыв между Норрисом и Пиастри был небольшим, команда не могла себе позволить провести двойной питстоп на одном круге. Из-за этого они отдавали предпочтение Ланда, шедшему впереди. Мы уже выяснили, что в этой гонке пилоты получали преимущество за счет более ранних остановок. Поэтому стратегии Мерседес останавливали Хэмильтона на одном круге с Норрисом, тогда как Оскар был вынужден оставаться на трассе. Из-за этой разницы Льюис отыграл отрыв от австралийца и за счет разогретой резины сумел обойти его на выходе из боксов. После перехода на шины Харт, темп Рассела относительно Феррари и Чека Переса стал значительно хуже. Сначала он не смог выдержать напора атак со стороны мексиканца, а затем отдал позицию и Карлосу Сайенсу. Разница в темпе была настолько велика, что на финальном отрезке британца смог догнать даже Леклер на раненой машине, и вынудив уже самого Джорджа ошибиться в своем же стиле, Монегаск вернулся на четвертое место. Борьба за десятая развернулась между Жоу и Строллом. И тот и другой совершали свои остановки намного раньше всех остальных. Из-за этого на последнем отрезке они были вынуждены проехать 30 кругов на одном комплекте Харда. Изначально такая задача казалась невыполнимой, особенно с учетом того, что за счет разницы по машинам Лэнс в какой-то момент догнал Гуан Юя и вступил с ним в сражение. Но соперники, шедшие позади и обладавшие преимуществом по свежести шин, приближались к этой группе слишком медленно, погрязнув в борьбе между собой. Оба пилота Racing Bulls застряли позади Кевина Магнусона. Понимая, что времени остается все меньше и меньше, команда принимает решение поменять пилотов местами, чтобы дать возможность для атаки Дэну Рикьярда, шедшему на шинах СОП. Но Юки, мягко говоря, был недоволен таким решением. После запоздалой, но все же смены позиций, попытки Дэна также не увенчались успехом. Несмотря на прессинг, вся эта группа за счет разницы по резине постепенно приближалась к Жоу и Строгу, но им банально не хватило нескольких кругов, благодаря чему Лэнс замкнул очковую зону. Все это время впереди уверенно лидировал Макс Ферстаппен. С самого начала он комфортно контролировал темп и состояние резины, благодаря чему совершал свои остановки значительно позже остальных, чтобы исключить риск потери позиций из-за бесплатных пит-стопов под сейфти-каром. В целом, действующий чемпион мира шел по абсолютно идентичному паттерну прошлого года, и в результате безошибочной работы сумел завоевать не только первую победу в сезоне, но и большой шлем. Итоговые результаты вы видите на своих экранах. Если честно, у меня сложилось впечатление, что как будто бы мы просто смотрим продолжение прошлого сезона. Расстановка сил в лидирующей группе осталась прежней, а единственные изменения произошли во второй пятерке. Теперь за звание лучших из остальных борются сразу аж пять коллективов, так как Альпин скатились в прошлогоднюю группу аутсайдеров. Весь чемпионат можно четко разделить на два отдельных дивизиона, поэтому пока эмоции смешанные, но возможно уже следующий этап в Джиде сможет это исправить. Не забывайте, что все заезды в прямом эфире вы можете посмотреть в моих соцсетях, ссылки на которые расположены в описании. Ну а на сегодня на этом все. Удачи!